Вот у нас маленький телевизор «Шиваки» и большой «Грюндик». То есть буквально, наверное, телевизор в 15 влезло бы в такой большой телевизор, вот такого маленького формата. Легенда 90-х – телевизор «Грюндик». В те годы он красовался в квартирах новой русской элиты. Это неудивительно. Ценник был баснословный – 15 тысяч долларов, как и габариты. Вес этого голубого экрана составляет 50 килограммов. Но его эпоха уже ушла. Сейчас он стал экспонатом музея современного быта и жемчужиной личной коллекции Ильсура Хамзина. Я его увидел случайно на одном сайте объявлений. Человек сказал, что не может его никак вывести. Есть сложности, но при этом рабочий экземпляр. Их очень редко бывает. Где-то можно найти, буквально раз в год что-то проскакивает такого размера. Но найти ТВ-сокровище в хорошем качестве непросто. Попадаются то сломанные, то слишком дорогие. Чтобы встать в коллекцию, экспонаты проходят строгий отбор. Во многом помогают студенты. Мужчина работает преподавателем в Академии современного искусства. А на вопрос, с чего все началось, отвечает – с любви. К игре на приставке, конечно. Я еще увлекаюсь ретро-играми. То есть различные приставки, там, Sega, Dendy, Nintendo. А под них как раз требуется телевизор старого формата с электронной лучевой трубкой. Потому что современные телевизоры показывают картинку пиксельно, размыто и некачественно. В коллекции «Льсура» порядка 40 телевизоров. В основном японского происхождения. Sony, Supra, Panasonic. И это неспроста. 91-й год. Завершилась огромная глава в истории России под названием СССР. Наша страна шагнула в новый для себя демократический мир. Одним из первых партнеров стала страна восходящего солнца. И на отечественный рынок хлынули японские товары. Чёрт, это мой пульт! А это мой! Поехали! Даже жарко! По-моему, ты забыл переодеться. Я собираю старую рекламу. Ролики разного телевидения. Нашего и не нашего тоже. И позволяют окунуться в атмосферу 90-х. Сесть на кресло. И посмотреть старый добрый ролик. когда мы помним эти шоколадки, батончики и всё в таком духе. Часть своей телевизионной коллекции «Эльсур на время» предоставил и театру современной хореографии. Он находится в знаменитом Колизее. Телевизоры стали частью современной инсталляции и визитной карточкой театра на «Ночи музеев-2024». Это знаковая вещь, да, и в формате «Ночи музеев» она очень хорошо вписалась. И в принципе она сама по себе хороша, как объект, как работа, как работа авторская. Хобби – это, конечно, хорошо, но и о работе забывать не стоит. В Академии «Эльсура» ждут студенты. Лекция предстоит интересная – обработка видеоданных.